Практический навык определения сахара в крови экспресс-методом. Каждый студент это должен очень хорошо знать. И не только студент. Мы этому методу обучаем и больных. На сегодняшний день у больных есть, особенно у детей и подростков, у каждого есть глюкометры, которыми они в любое время дня и ночи определяют себе сахар в крови. Ну, есть для определения в мочи тоже, но в данном случае я хочу вас научить, как с экспресс-методом в любых условиях, домашних, на улице, в любой ситуации можно определять сахар в крови. Ну, во-первых, у меня привычка сначала обработать, конечно, рабочую поверхность спиртом. Далее нам нужно будет спирт и ватка для обработки пальчика. В литературе почему-то указывается, что достаточно вымыть руки с мылом, но я по-старому привыкла непременно обрабатывать пальчик больного спиртом. Каждый глюкометр, в данном случае вы видите, у нас у врачей Сателит Плюс, имеет свою тест-полоску. Вот я ввела тест-полоску, и 888 аппарат показывает готовность к работе. Итак, есть иголки, даже есть специальные ручки, но, опять-таки, лично я привыкла непосредственно работать с корификатором. Итак, вот обработанный пальчик прокалываем. Первую каплю необходимо убрать. Убрали первую каплю. Но вот спирт не должен, очевидно, поэтому многие авторы против спирта. Спирт, конечно, будет влиять на результаты. Когда холодно, кровь очень плохо поступает, ну, в данном случае приходится вот так дополнительно помассировать пальчик. И вот каплю вносим в глюкометр и ждём результата. Ждём результата. Буквально меньше минуты уходит на получение результата. В это время всё убирается. Так, ждём. Так, вот он результат, пожалуйста. Я у себя определяла сахар в норме. 5,4. 5,4. Это тощаковый сахар. Я проверила 5,4. После еды результаты могут быть и повыше. Вот лично у меня 6,4 получилось. И так далее. Посмотрите, как это удобно для больного. Больница 5,6 раз проверять. Это, конечно, громоздко. Неудобно и для медиков, и для больных. А дома больной может в любое время, когда ему плохо, ночью, определять сахар у себя сам в крови.